Виталий, приветствую тебя в нашей рубрике секреты трейдеров. Мы с тобой знакомы уже очень давно. Те, кто не знают, уже несколько месяцев, а может быть даже более чем полугода, мы с тобой готовим контент совместный в рамках другой рубрики. Это битва аналитиков, фундаментальный технический анализ, где разбираем конкретные рыночные ситуации, то, что на финансовых рынках происходит. Ну, сегодня я бы, с твоего позволения, ну, поскольку у нас все-таки уже формат интервью, несколько бы приоткрыл вот кулису, завесу твоей личной жизни и задал бы тебе пару вопросов, которые касаются твоей школы трейдинга, того, как ты, в принципе, начал путь на финансовых рынках, с чего все началось, когда ты пришел, что тебя заинтересовало. Я думаю, что такие вещи, ну, не могут не интересовать, особенно если собеседник, опытный трейдер, который уже много чего достиг и, в принципе, показывает хороший результат на финансовых рынках. Поэтому начнем, наверное, с первого вопроса, который логичен, в учетом такой подводки, который я сделал, это что же все-таки, Виталий, в твоем случае стало триггером, будем выражаться, страничным языком, когда ты принял решение, что да, надо заниматься трейдингом и это мое. Вот когда ты пришел на финансовый рынок и с чего все началось? Ну, скажем так, это такой длинный путь, он не сразу пришел, но он, когда я поступал в институт, первоначально, что я хотел поступить, это на туризм, то есть по туризму. То есть вот я себя видел вот так, я сам, скажем, родом из края туристического, да, и видел вот такое направление. Когда я пришел в институт поступать, пошел на собеседование к директору института, у нас институт был экономики и управления, то есть там было экономическое направление и было, скажем, управление там по туризму было и по таможне. Скажем, я хотел на туризм, а директор говорит, зачем тебе туризм этот, да, поступай на финансы и сможешь в туризме работать и в финансовой сфере. Поступил я, получается, на финансовой, еще параллельно я поступал в другой институт на юридический, скажем так, и первое, что получил я уведомление, что я поступил на экономический, то есть там было собеседование, то есть у меня была медаль в школе серебряная, получается, там по собеседованию поступал. Я сразу узнал, что приняли меня, а на юридический я там сдавал письменно и узнал там через две недели, поэтому сразу оплатил обучение и, скажем, поступил на экономический в таком формате. А там уже на экономическом, по финансам, там уже, не помню, или первый, или второй курс, сразу был рынок ценных бумаг у нас такой предмет, ну, теория, но она проходила у нас занятия не в институте, а, получается, на бирже, фондовой бирже. У нас в Украине на сегодня есть несколько бирж в разных городах, в Киеве только, там несколько, и это помню, на Софиевской площади, в центре Киева, мы там каждый вторник или по пятнице там по-разному было, ходили туда, преподавал нам там предмет, помню, директор биржи, еще зам его, ну, скажем, началось такое ознакомление с теорией, там уже что-то изучали, но без практики, скажем, да, там изучали теорию. Потом где-то уже на четвертом курсе у нас попался такой очень хороший преподаватель, я сегодня с ним общаюсь, он сам был трейдером, скажем, на украинской бирже, торговал ценными бумагами и параллельно он преподавал в институте, получается. Очень интересно было с ним заниматься, но тоже это была все теория, и где-то, получается, четвертый или пятый курс, я точно не помню, тоже искал какую-то работу, скажем, пытался найти и попал, скажем, на подготовительные курсы по трейдингу, скажем, вот это было такое начало, да, прошел очень хорошо, был хороший преподаватель, потом это мне помогло очень хорошо окончить вот эти предметы по инвестированию в институте, я там на пятерке все сдавал, все такие, помню, там ребята такие, вот, блин, мы там на четверку максимум можем вытянуть тройку, там, у меня все получалось на пятерку, плюс, помню, у нас было такое еще задание, нужно было фундаментально все оценить, и там и технически, возможно, было фундаментально, то есть изучить там макроэкономику всего мира, потом микро, скажем, потом страны там, получается, потом вот этого всего предприятия, у меня было задание по заводу, который изготавливал вагоны, то есть по всем странам СНГ, получается, я помню, что я советовал покупать эту компанию, она в итоге там немножко выросла, скажем, вот в таком, то, что я помню на тот момент, и после вот этих всех курсов, которые я там же параллельно проходил, когда заинтересовало это дело, там, помню, как открывал первый депозит, такой небольшой, это был где-то на 250 долларов, если не ошибаюсь, там одна компания была, не помню, есть она на сегодня, Акма Стрейд, что-то такое, ну, так вот, так мой путь, скажем, начался, начался с трейдинга. То есть ты провел свою первую реальную сделку на свои деньги, сколько лет назад получается? Ну, это, получается, десятый или одиннадцатый, точно сейчас не вспомню, то есть получается 10 лет полных. 10 лет назад, да. Да, а вот теорию уже начал изучать, получается, с 2006-2007 год, вот в таком формате. Ну, то есть ты начал активно работать на финансовых рынках, и фактически вот за вот эти 10 лет стал свидетелем нескольких полномасштабных финансо-экономических кризисов. То есть на собственной школе ты видел и рост волатильности, разумеется, и какие-то форс-мажорные события. Скажи, в связи с этим, вот рынки, когда ты пришел, ну, 10 лет назад и сейчас, это то же самое? Или, ну, вот все меняется? Ну, скажем, у меня есть, скажем, не только то, что я видел, а можно просто еще раньше посмотреть, взять графики, допустим, там… Ну, это теория, это теория, знаешь, а я прям как практическому трейдеру тебе говорю. Я помню, нет, ничем не поменялось, то есть рынки, как ходили раньше, то есть одинаково, так и сейчас. Меняется только иногда по инструментах эта волатильность, да, иногда рынки более волатильные в какие-то моменты, а бывают менее волатильные, все, больше ничего не меняется, то есть в таком формате, да. Бывают вот такие моменты, помню, вот как сегодня помню, 11-й год, 2011-й год, тогда я торговал в одной компании, уже другой компанией, в дилинговом центре мы ходили, очень интересно было, кстати, после института сразу мы ходили, если ты помнишь, думаю, должен помнить, когда швейцарский банк поднял… Ну, конечно, да. Да, это да, то есть евро, доллар-франк, вот это улетели там некоторые кроссы там по 2000 пунктов, доллар-франк где-то 800 или 1000 пунктов, это был… Я помню, кстати, стоял в лангу по доллар-франку, у меня был тогда уже побольше депозит, но, кстати, я это движение не взял, там взял где-то 50-60 пунктов, оно там, смотрю, выросло, думаю, ну, закрой прибыль. Ушли там, скажем, попить кофе, прихожу, там, а там такой выстрел, я бы там заработал, скажем, удвоил бы депозит, ну, скажем, так не повезло, да, то есть вот бывают такие моменты. Так, ну, а когда они отменили привязку, вот в 15-м году, история повторилась, не удалось заработать в этом? Нет, нет, на этом нет, нет, ну, слава богу, я был, скажем, ну, скажем, находился вне рынка, потому что если бы стоял против этого движения, там даже это форс-мажорные обстоятельства, да, в таком случае даже стоп-лоссы не сработают на самом ликвидном рынке, скажем, это даже, там, взять Форекс, самый ликвидный, там, фьючерсы взять на американской бирже, то есть это очень хорошо, когда, хорошо, когда ты попадаешь в эту струю, в ту сторону, да, а когда ты против рынка, то, скажем, здесь можно, можно сильно попасть, скажем. Ну, это форс-мажор, то есть это в любом деле, не только в трейдинге, в любом бизнесе, в любом направлении, в спорте даже, да, форс-мажор может. Конечно. Виталий, слушай, ну, ты знаешь, вот я выслушал все, что ты сказал, я могу отметить то, что моя история того, как я познакомился с финансовыми рынками, она очень похожа на твою. Может быть, это обычная история, но я также признаюсь, что всегда есть кто-то, кто вдохновляет и мотивирует. Вот у меня в институте тоже, я учился на факультете мировой экономики, и у нас был тоже курс рынка ценных бумаг. И когда я первый раз пришел на лекцию, я понять не имел вообще, что такое рынок форекс, фондовые рынки. Ну, я имел о них только поверхностное представление, ну, как может иметь представление, какое может иметь представление, человек, который никогда не сталкивался с ними. И тогда сразу у нас легендарный просто преподаватель Константин Савельевич Царихин. И он сразу прям практику у нас бросал, не травил баки по поводу теории, того, как все прекрасно, стоит только захотеть, можно заработать много денег. Он торговал прям на своем реальном счете в компании Атон. И я помню, прям сразу через проектор выводил прям… Это крупная компания Атон была в России раньше, да? Да, да, да. И вот он через проектор выводил свой счет и рассказывал, вот, ребят, такая ситуация с рублем, такая ситуация с нефтью. И вот прям торговал в моменте. Мы видели, это реальный счет, это настоящие деньги. И прям при мне за одну лекцию, у нас она, я помню, была сдвоенная, чуть больше часа, и когда я получал стипендию за то, что я прилежный, я студент, у меня стипендия была чуть больше тысячи рублей, это мало. Он при мне заработал 6 тысяч долларов. И я понял, что вот чем надо заниматься. При правильном подходе финансовые рынки – это то, что позволяет достичь целей, выйти, опять же, на тропу какой-то финансовой независимости. И, кстати, по Евросвисе я тоже хочу отметить, что я на первом мощном движении все-таки поучаствовал, и тогда был невероятно окрылен успехом, потому что мне удалось заработать на этом движении. Я признаюсь случайным образом, совершенно случайным образом. Я просто по стечению обстоятельств оказался верным направлением движения рынка. Но тогда деньги были солидные, и я еще больше подкрепил, опять же, свою уверенность в том, что нужно оставаться, развиваться именно финансовой индустрией. Виталий, а вот сейчас, по прошествии стольких лет, когда, я думаю, ты со мной согласишься, что финансовые рынки – это действительно огромное количество возможностей. Если правильно распоряжаться, использовать эти возможности, можно неплохо зарабатывать. Для тебя трейдинг сейчас – это основной способ заработка или нет? Да, да. То есть у меня сейчас, скажем, два направления – это трейдинг и аналитика, скажем, в таком направлении, да. То есть вот это два направления приносят доход, да. Трейдинг, как мы знаем, это непостоянный доход, да. То есть ты можешь в этом месяце что-то заработать, а можешь ничего не заработать и так далее, да. В таком случае там приносит прибыль, условно, там какие-то аналитические услуги, которые я там надаю клиентам, да. Есть моменты, которые там семейные у нас, да, которые переносят дивиденды, да. Условно, есть в нашей семье есть, скажем, акции, и они приносят там, если там данное предприятие, которое инвестировано, если оно приносит прибыль там в течение года, на следующий год распределяется прибыль, и акции приносят там прибыль, скажем. Ну, не каждый год нестабильно, там зависит от прибыли. Бывает там, помню, 14-й год, кажется, там не было прибыли. А так, в принципе, приносит там небольшая прибыль, но она есть, скажем. Я знаю то, что у тебя очень неплохо прокачан проект Кухта Кэпитал. Да. Можешь вкратце рассказать, в чем миссия? Ну, скажем, миссия нашего проекта – это предоставить возможности клиентам в формате того, что на рынке можно его спрогнозировать и на нем заработать, потому что у меня было много дискуссий с разными трейдерами, которые говорят, что там рынок не прогнозируется и так далее. То есть в таком формате, что можно реально его понять и на этом, скажем, заработать – это первое. То есть дальше, скажем, второй ключевой момент – это то, что не только можно там его понять, спрогнозировать, а на этом самое главное – еще заработать. То есть у нас есть услуги, скажем, по управлению активами, да, то есть мы занимаемся дальше, мы занимаемся, как я уже сказал, там обучением, что можно научиться, ну, и там предоставляем услуги аналитики, скажем, там торговые рекомендации в таком формате. Виталий, вот опять же, из опыта совместных видео с тобой, то есть аналитического контента, который мы с тобой готовим, очень часто ты комментируешь во время того, когда даешь рекомендации, успехи своих, как ты говоришь, учеников. То есть это те, кто проходит непосредственно учения у тебя, ты рассказываешь, как нужно правильно анализировать рынки, учишь их находить возможность, они в конце концов эти возможности используют вместе с тобой. Как ты считаешь, вот с учетом того, что у тебя обучение прошло уже очень много людей, кто легче всего добивает успеха – женщины или мужчины? Ну, скажем так, ну, не слишком и много у меня прошло обучения. Почему? Потому что я занимаюсь, скажем, индивидуальным обучением. Здесь много, скажем, учеников не сможешь потянуть, да, индивидуально. Почему не групповое? Потому что первые два момента, то есть это не делаю мастово, скажем, каким-то бизнесом, да, там обучение и так далее, а, скажем, каким-то дополнительным и прокачкой себя, как бы трейдера своих качеств через обучение. Потому что по обучению, почему я начал этим заниматься случайно, когда я сам обучался в разных трейдерах, изучал разную литературу, мой один из преподавателей сказал, что возьми кого-то там, обучай и так далее, да. То есть помню, первый мой ученик – это был ученица, точнее, это моя супруга, да, то есть, понятно, бесплатный ученик. Потом были, которые сами там обращались в каком-то формате там платным, то есть это очень хорошо прокачивает тебя в понимании рынка, когда ты обучаешь этому, ну и какой-то дисциплине, скажем. По поводу, по поводу кто лучше, вот есть просто уже ученые уже изучили эти все факторы, кто лучше там, мужчины или девушки. То есть у меня даже есть, если не ошибаюсь, на Амаркетс, я раньше уже рассказывал эту информацию по поводу, что девушки, у них лучше получается обучиться в формате, они лучше понимают вот эти картинки все, да, паттерны, которые рисуются на рынке. У них мозг так устроен, что они лучше это понимают, нежели мужчина. То есть поэтому, если в формате ответить на твой вопрос, то девушки лучше учатся. Я даже это вижу по, скажем, своим ученикам, то есть у меня где-то процентов, где-то на скидку, где-то 25 процентов девушек, учениц, и они все подходят так очень-очень четко. То есть у них… Брилежно, ответственно. Да, да, очень красиво все как-то… Но есть в этих, скажем, моментах плюсы другие, скажем, у мужчин, а минусы у девушек в том, что девушкам сложнее пройти вот этот стресс, который иногда бывает на рынке. Не мелкий какой-то стресс там, а какой-то такой большой, и он очень их сильно задавливает. А у мужчин, скажем, по психологии у них иногда получается легче пройти вот этот момент, какие-то такие сложности. Но не у всех. То есть это нужно понимать. То есть там есть тоже какая-то статистика, что некоторые это легко проходит, некоторые сложнее, скажем, в этом формате. Но если вот так подытожить, то у девушки лучше… Ну, даже если взять по школе, да, в школе там девушки лучше там пытались как-то обучаться, да, получалось, зубрили. Ребята, если и получались, то там всего несколько там очень хорошо так делают. Ну, да, вот тут я с тобой соглашусь. Одно дело, знаешь, хорошо учиться, а другое дело уметь применять все это на практике и в реальной жизни. То есть даже можно несколько разделить, опять же, на тот вопрос, который я тебе задал, как бы на часть, кто прилежнее всего обучается и вроде бы как подает надежды, а кто в конце концов все эти навыки и знания хорошо конвертирует в прирост по депозитам. То есть ты наверняка ведь общаешься с… Я понял. …с учениками, которые, ну, уже, скажем, в свободном плавании работают по твоей методике. Ну, здесь есть перевес, опять же, по такому гендерному признаку? Я такой перевес по гендерному не смотрю. Я смотрю на результат в формате, кто как в процессе обучался. То есть сразу понятно, да? Да, да, да. Сразу после нескольких занятий понятно, кто как будет в дальнейшем, это все будет происходить. И многое зависит, как кто работает, да? Я вот по такому формату смотрю. Если человек работает изначально, уделяет этому времени много, потому что любое направление нужно изначально изучить, уделить времени, силы, практики много. Если этот человек уделяет, то у него, скажем, получается зарабатывать. Если даже не получается зарабатывать, он на каком-то правильном, скажем, идет направлении. Потому что мы понимаем, что трейдинг – это такая тяжелая штука. Ну, как и любой бизнес даже. Не все становятся, даже если заканчиваешь школу юристов, не все становятся успешными. Условно, с потока 100 человек, всего несколько человек становятся успешными, суперспешными, так скажем. То же самое в трейдинге. И здесь, как я уже сказал, если человек работает изначально, у него получается, да? Или получится. А есть некоторое количество процентов, которые, скажем, ну, не хотят работать ничего. То есть думают, там, пришли, там, все, завтра там. Деньги сами будут прилипать к депозитам. Да, да. Хорошо. В качестве такого логического продолжения, ты сказал то, что одним из первых учеников в твоей школе трейдинга была твоя супруга. И другое направление, скажем, твоей профессиональной деятельности – это клуб трейдеров «Мистер» и «Миссис Кухта». Вот прошу поправить себя. Ударение, правильно, гелая фамилия? Кухта или Кухта? Кухта. Кухта, да? «Мистер» и «Миссис Кухта». Эта школа трейдинга существует, да? Как вы разделяете обязанности, как бы, вот, чем вы занимаетесь там по отдельности? И сложно ли супругам, в принципе, на финансовых рынках совмещать деятельность? Ну, скажем, мы, скажем, изначально и на текущем этапе у нас мы делаем все одинаково, да? То есть и я торгую, и она торгует, и я там аналитику предоставляю, и она предоставляет. Скажем, было… Сейчас на данном этапе я больше публично, скажем, выступаю, она больше так ушла в тень, но, скажем, раньше она тоже публично выступала, тоже баттлы, кстати, проводила очень часто и планирует в ближайшее время вернуться. Так, может, подключим ее к нашему контенту? Да, да, я думаю, что в ближайшее время она уже планирует, она уже хотела раньше, но как-то, скажем, смотрит, смотрит, говорит, потому что она, в принципе, присутствует непосредственно, потому что вот эти все, скажем, когда я даю какую-то аналитику на битве, да, рекомендации какие-то, то там часть ее, скажем, рекомендаций, мы с ней там в некоторых моментах обсуждаем, что она думает по рынку, что я там, если совпадает, то, в принципе, я советую это на битве аналитиков, да, то есть в таком формате. Ну, скажем, на сегодня, если ты спросил, как это все семейно происходит, очень хорошо, почему? Потому что я не сказал самого изначального момента, когда я вот это все начал изучать, там, трейдинг-тему, да, я изучал, где-то находил какую-то информацию, там, обычно, скажем, там, обучали какому-то основам технического анализа, там, основам фундаментального анализа, все классически, да, там еще уровни изучали и так далее. И когда я ее тоже аналогичным обучил, но когда параллельно торговали, скажем, в некоторых моментах получалось, в некоторых нет, и мы все время думали, думали, почему, допустим, там, вошел в рынок, прям вошел, а он идет сразу против тебя, все вроде бы логично. Скажем, на таком первоначальном этапе мы начали анализировать рынок и начали находить какие-то закономерности, да, то есть почему он ходит так, почему он так ходит. И, скажем, вот в этом формате у нас возникла совместная, скажем, стратегия, вот по которой мы на сегодня торгуем, вот этот вид анализа, то есть мы его назвали модельный трейдинг, то есть модели, ну, модель – это есть паттерн, да, по которым мы сегодня торгуем. То есть мы пришли к мнению, что рынок ходит только под вот этим, скажем, моделям. И очень хорошо, почему? Потому что супруге свой склад ума, да, то есть она что-то преподнесла в наше направление. У меня свой, скажем, мы совместили и очень хорошо, скажем, получается. Плюс держка есть, да, когда есть моменты, понятно, хорошие, тогда все хорошо. Когда есть какие-то сложности на рынке, или, скажем, направлении, то, скажем, идет какая-то поддержка, да, вот друг друга, скажем, вот в таком… Слушай, ну, это здорово. Это здорово, конечно же, когда общее увлечение, которое стало, в принципе, одной из концепций жизненных для вас, это классно. Да, ну и все, скажем так, есть все время о чем поговорить, да, то есть у нас, в принципе, вот есть даже там какие-то проблемы, когда там муж и супруга, там нету там общих тем разговора и так далее. У нас, скажем, всегда найдется… Вы всегда можете обсудить выборы в США и так далее. Да, скажем, и по рынку что-то обсудить. Поэтому это очень интересно. И плюс можно все время, скажем, свободное время мы проводим вместе, допустим, даже сегодняшний день, да, то есть ребенка в садик, да, детский сад. Сами сходили вместе на спорт, то есть я занимаюсь спортом, скажем, супруга занимается спортом. Мы вместе сходили, вместе погуляли, скажем. Поэтому у нас много есть направлений, которые мы там вместе проводим. Очень здорово. Получается, в настоящее время вместе с семьей вы проживаете в Киеве. Да. Расскажи, как сейчас поставится ситуация с трейдингом в Украине. Ну, здесь нужно смотреть, скажем, на разные этапы, допустим, да, по трейдингу, по инвестированию. Были этапы, вот когда я как раз начал изучать эту тему, это был 2006, получается, до кризиса, да, до 2008. То есть рынок очень бурно развивался, сам фондовый рынок внутренний Украины, да. Приходили инвесторы зарубежные, рынок рос, ну, в принципе, как и американские рынки, как и другие рынки росли. В это время рынок бурно рос. Скажем, инвесторы приходили на рынок, как внутренний, так и внешний, да. Потом случился кризис, всех, скажем, там, побило-побило, снова вернулись, и до 2010 года тоже очень хорошо все шло внутри страны по этому поводу. Потом, скажем, был такой момент, когда инвестора ушли, и этот рынок стал меньше развиваться. Это был 2010 год, когда там пришли к власти, скажем, некоторые люди, которые как-то отрубили внешних инвесторов, и этот рынок загнулся. С 2010 года еще, я помню, как раз мой преподаватель, такая шутка у него была, когда инвестор приходит на рынок, приходит наш президент, и он его прям топором рубит, да, то есть такая была шутка. То есть это, помню, 10-й год, то есть этот рынок вот на этот момент, он полностью загнулся, да, внутренний рынок. А когда нету, скажем, даже вот внутреннего рынка, и нету вот даже каких-то каналов, которые в формате телевидения, которые развивают, развивают вот эту сферу. Допустим, я очень любил раньше смотреть, в России есть такой канал РБК, да, который, скажем, по финансам, по инвестированию, то есть есть какое-то вот это направление развивает. На сегодня максимум развивают, это блогеры, скажем, частные, скажем, в этом направлении. И то есть сложности, потому что есть законодательные ограничения, там, по трейдингу, по инвестированию за рубежом, так как внутреннего рынка нету, это с этим сложно. Чуть-чуть оно развивается, скажем, снимает эти ограничения, но оно, скажем, находится в таком каком-то небольшой такой паузе, да, оно там очень на каком-то локальном уровне, частном где-то развивается. Нету такого культуры вот этой формирования, как, допустим, США, там, да, там культура уже длительная, или даже я очень люблю сравнивать там с Россией, с Москвой, да, смотрю, там она культура очень большая, да, там и канал, и плюс много брокеров хороших, таких крупных, и, скажем, есть с чем торговать, есть внутренний рынок, из этого внутреннего рынка, как, возможно, на бирже, той же московской торговать. Куча есть бумаг, так и на зарубежный рынок без проблем выхода. У нас даже внутреннего рынка нету, там биржа, бумаг там на пальцах посчитать одной руки, фьючерсы там неликвидные, то есть нет, нет этого. Поэтому это на сегодня упадки, и так только вот такие частные блогеры, скажем, инвестиционные консультанты, которые там привлекают на рынок, ну, еще несколько брокеров, которые там на зарубежные рынки выводят, это так, она, скажем, находится рынок этот в таком замедлении, в паузе очень сильный. Ну, посмотрим, возможно, планируют там как-то это все дело сдвигать в позицию. Да, будем надеяться, что ситуация улучшится, и будет больше возможностей, которые и станут повышать, прививать интерес к фондовым рынкам и создавать условия для того, чтобы на них работать. Кстати, Виталий, а с чего началась твоя работа самаркетс? Почему именно Наста выбрал в качестве площадки для финансовых рынков? Ну, скажем, много, скажем, моих клиентов, с которыми я работаю, они иногда спрашивают по свету какого брокера. То есть эту тему я иногда изучаю, говорю о определенных брокеров, которые я могу посоветовать. Раньше я, допустим, условно работал с 2013 по 2016 год где-то примерно. Работал в одной компании в Украине, инвестиционная компания, брокер. Мы предоставляли там услуги через американского брокера. То есть у меня очень большой опыт, понимание, с какими брокерами можно работать, с какими суммами, как это все работает. Потом, когда я ушел в частное направление, у меня много, скажем, клиентов, которые там работают на валютном рынке. Почему? Потому что этот рынок, он легче доступный, нежели американский. Да, возможность с небольших сумм начать попробовать, а потом уже наращивать, скажем, большие суммы. И поэтому приходится иногда изучать брокеров, которые, скажем, надежные на рынке, которые там дают, скажем, возможности заработать честным путем, да, и дадут эту прибыль вывести, да, в будущем. Поэтому, скажем, изучал брокеров, некоторых выбрал для себя, чтобы я мог, скажем, там посоветовать ребятам, вот, допустим, я там работаю, говорю, вот здесь, скажем, можно какие-то суммы завести, нормально выводят. То есть если даже есть какие-то там нюансы, можно все, скажем, там, если есть доверенное лицо какое-то, легче там договориться в формате, там решить какую-то техническую, да, ошибку, да, бывает так иногда. Хотя таких ошибок не случалось, но легче там и есть доверие, скажем, в этом направлении. Поэтому выбирал, скажем, я с несколькими брокерами работал, и на сегодня сам маркет, скажем, работаю как в публичном формате, то есть это доверие, скажем, с одной стороны, да, и на рынке много уже компаний находится, и, скажем, ее можно посоветовать, да, потому что многие на сегодня сталкивались с компаниями, которые там однодневки, да, так скажем, которые на рынке там один-два года, там приходит, народ туда, скажем, заносит деньги, и завтра этой компании нету, и приходится, скажем, уметь выбирать вот между вот этими компаниями, скажем, в такой формате. Спасибо за честный отзыв, друзья. Напоминаю то, что действительно возраст компании имеет очень большое значение. Кстати говоря, в этом октябре мы отметили 13-й день рождения. Все только начинается, еще много мы для вас реализуем и сделаем. Самое главное – оставайтесь с нами, зарабатывайте и повышайте процент успешности трейдеров, потому что это одно из основных таких концептуальных направлений нашей компании. У нас торгуют профессионалы. Виталий, а можешь вот сходу вспомнить самую прибыльную сделку? Вот не нужно рассекаться по древу, там, когда, из-за чего это произошло, просто инструменты, сколько ты заработал? Это была нефть, это было несколько лет назад, сейчас не помню минимум, это был 14-й, если не ошибаюсь, год или 15-й, где-то вот между, или конец 14-го года, когда нефть падала очень сильно, там находилось около 30 долларов, там плюс-минус, и скажем, она долго падала, падала, и когда она приблизилась к 30 долларам, точно помню, начали по Bloomberg уже говорить, все, скоро нефть будет там 20-15. и я помню, вот как раз в этот момент я начал изучать вот этот сантимент рынка, когда загоняют толпу еще ниже, значит, рынок, скорее всего, будет разворачиваться. Вот на этом моменте, скажем, мы тогда, и супруга, она тоже начинала торговать, я помню, мы тогда очень хорошо закупились, скажем, нефтью, то есть марки Light, и, скажем, вот на этом неплохо заработали, там, скажем. Ну, тогда у нас еще такие не супердепозиты были большие, да, но неплохо получилось заработать, потому что там нефть очень хорошо отскочила, и на этом получилось заработать, на таком свинг-движении, там, оно было, там, в течение нескольких недель, оно было больше, ну, скажем, понятно, мы все движение не взяли, но на этом отскоке, таком хорошем, он был понятный, там небольшой был риск, потому что нефть уже была очень дешевая, конечно, не по сравнению с этим, который на сегодня было, да, там, несколько месяцев назад, там, несколько долларов. Ну, хорошо, ладно, а сколько все-таки заработали? Если не хочешь называть долларовый эквивалент, хотя бы в процентах, скажи. Тогда заработали больше, больше где-то, ну, сейчас я тебе даже в долларах скажу, это было около 7 или 8 тысяч, то есть на тот момент в долларах, то есть это я заработал, ну, скажем, у меня тогда не было там больших каких-то депозитов в личных, да, то есть это было где-то там несколько тысяч долларов, скажем, в таком формате. То есть я так, я, скажем, старался торговать с плечом, да, и не требовалось большого депозита, чтобы его там, условно там, где-то не просадить случайно, скажем, потому что такие моменты могли быть на рынке форс-мажорные, поэтому лучше я брал большое плечо, меньше депозит, и за счет этого можно было, скажем, заработать, скажем. Понятно. Твоя торговая стратегия сейчас, это вот паттерны, о которых ты рассказывал, то есть вы для себя их нашли, выделили, их, я так понимаю, не так уж и много, поэтому возможности на рынке появляются не так уж и часто, потому что нужно, чтобы паттерн сформировался. И вот как раз вот эти паттерны, вот это направление и основу вашей торговой системы это то, что, то, чему вы обучаете в школе трейдинга. Правильно? Как это, в эту школу-то попасть можно? Скажем, ну, это, в принципе, есть под каждым видео, которое мы, скажем, на компанию Markets выкладывается, там есть информация, скажем, сайта Kuchta Capital, да, там можно перейти, там есть вся информация, можно изучить программу или написать в личке, допустим, в Телеграме или в Фейсбуке, скажем, всю информацию предоставлю, скажем, возможно, там предоставлю первые занятия, стараюсь там бесплатно, скажем, консультацию какую-то рассказать, обычно там общаемся 20-30 минут или даже час, рассказываю там, обычно приходят часто новички, они там видят что-то, прогнозируют себе, допустим, как это все пройдет, я их ставлю немножко на место в формате, снимаю розовые очки, говорю, чтобы достичь какого-то уровня, то есть нужно обучаться, и это проходит какой-то длительный срок, кому-то это легче, кто-то, по статистике, кстати, бывает небольшой процент, но бывает ребят, которые там сразу обучаются этому, да, а кто-то идет в более длительном формате, скажем, вот в таком, скажем, вот так. Так, значит, понятно, ссылки будут размещены, в том числе и под этим видео, также мы действительно дублируем ссылки на твой курс обучения на все публичные социальные страницы, которые имеют отношение к этому курсу трейдинга под видео совместного аналитического анализа, и те, кто придет, опять же, на твой курс обучения и скажет то, что я после интервью загорелся желанием тоже уметь находить эти паттерны, о которых ты рассказывал, можно им рассчитывать на какую-то скидку? Конечно, я всегда, скажем, у меня было, часто я даже брал и беру на сегодня на бесплатное обучение, да, то есть, вот есть такие моменты, когда не только там за деньги, потому что есть, скажем, и бесплатные направления, когда я беру, но в последнее время я беру меньше, почему? Потому что, вот по статистике посмотрел, вот те, кто приходят на обучение бесплатно, они, скажем, не хотят совсем работать, был просто пример, позапрошлом году я выступал на одной конференции, там кто-то пришел платно, предоставил три обучения бесплатно, скажем, и там ничего не получилось, скажем, народ просто пропал, скажем, поэтому, когда человек за что-то платит, он, скажем, старается что-то изучить, поэтому скидка будет, если, пусть человек пишет, допустим, говорит, бывает часто такое, говорит, условно, у меня есть столько, то есть, пожалуйста, скажем, то есть, я не делаю привязки к какому-то формату. Отлично, здорово, приятно слышите. Ну и, наверное, последний вопрос, который хотелось бы тебе задать, это вопрос, и как бы твой ответ теряя напутствие. Для новичков, что бы ты мог посоветовать начинающим трейдерам, которые только-только вот встают на этот путь, только начинают осваивать финансовые рынки? Ну, скажем, первое, что бы я посоветовал, самое главное, я всегда говорю, то есть, это нужно, нужно всегда обучиться и пытаться не сразу торговать на рынке, да, то есть, изначально нужно потратить время на обучение, почему? Потому что, если человек придет обучиться немножко, да, там чуть-чуть что-то изучил, думал, что он что-то понял, приходит с большими деньгами, он их обязательно, скорее всего, там 99% потеряет. Да, будут моменты, когда заработает, трейдер там взял какой-то тренд случайно или там, возможно, там понимал какую-то суть, но в итоге, скажем, это закончится плачевно. Изначально нужно научиться, это может быть как несколько месяцев, так в течение года, за это время поставить себе второе, это статистику в формате начать изначально с небольших сумм, скажем, для каждого человека небольшая сумма, это разная, для кого-то там 300 долларов, для кого-то 500, когда получается на эти деньги что-то зарабатывать, ты понимаешь, что можно, вот в таком случае можно увеличивать, да, и приходить на рынок зарабатывая, а сразу заливать, скажем, там большие суммы, ну, по-разному, для каждого большая сумма это разная, но это я бы второе отметил, и третье, вот идет не только первое, это обучение себя, еще самый главный фактор это формирование себя как трейдера, умение удержаться от каких-то непонятных ситуациях, умение себя контролировать, контролировать тот риск менеджмент, потому что это самое главное, вот эти два этапа нужно пройти, обучиться, и не только понимать рынок, да, это фундамент, там, или техника, еще самое главное это научить себя контролировать, да, потому что рынок, рынок это эмоции, это психология, скажем, если это не суметь контролировать, скажем, ну да, я с тобой согласен, конец будет быстрым и плохим, да, тем более, учитывая маржинальный рынок, да, учитывая там плечи, там, пятьсотые плечо, сотые плечо, да, то есть, многие говорят, что это плохо, вот такие плечи, я считаю, что нет, самое плохое, это когда человек не умеет себя контролировать, да, а можно войти с коротким стопом, с большим плечом, можно много заработать, да, конечно, так стабильно не будет, с таким большим риском зарабатывать, но есть возможность большая, да, когда ты вошел с небольшим стопом, если рынок хорошо стрельнет, то, скажем, получится хорошо заработать. Виталий, спасибо тебе большое, напоминаю, друзья, то, что сегодня у нас в гостях был Виталий Кухта, трейдер и партнер компании Амаркетс, это не последняя встреча, напоминаю то, что со следующей недели, собственно, мы продолжаем совместные видеообзоры технического фундаментального анализа, тебе еще раз огромная благодарность от компании Амаркетс и от себя лично, очень приятная была беседа, я думаю, то, что те, кто будет просматривать этот контент уже на нашем канале, точно подчеркнуть для себя что-нибудь новое. Спасибо тебе, Виталий. Спасибо, тебе тоже, пока. До встречи.